Ауто-Ураган распроцовка российских науков. Зоня, для лично своей простоты, он нашпихованным множеством функций. Працует как стационарно, так и в руках. В этом приборе имеется измеритель скорости. Этот прибор также позволяет работать по парковке транспортных средств. У потоку он считывает номеры машин и проверяет их по базах. Сюда мы заносим базу данных. Значит, в первую очередь, конечно, все автомобили, которые находятся в розыске республиканском или государственном розыске через интерпол, значит, номерные знаки все будут считываться. И ВОЗ – первый подозвон автомобиль. 55-19, четвертый регион, останавливает 940. Инспекторы споединяют легковушку, проверяют документы. До водителя возникают пытания. Лишен права управления. Давно? За что? Ну, парник разбирается сейчас там. Андрей, за что лишенный? 947, Митубит. Водитель признается, его позбавили права на 4 месяцы. У меня ИП, я перевожу запчасти и сам за рулем езжу. У меня просто бесправ. У меня кредит, лизинг на станке есть, поэтому мне некуда деваться. На парушальника складают протокол. На первый раз дадим водителя, передадим под управление другого, имея еще право управления водителем, автомобиль. Если второй раз попадется, машина будет стоять на штрафной стоянке. Штраф от 5 до 20 базов по первому разу. Таких порушальников автоараган только за смену выявляет с десяток. В течение смены он позволяет выявлять от 20 до 25 бесправных водителей. Кроме этого, выявляются транспортные средства без регистрационных знаков. Поэтому хотелось бы напомнить водителям, что за управление автомобилем без присвоенных регистрационных знаков грозит штрафом в размере до 2 миллионов 600 тысяч. Наталья Ильинич, Александр Тарасов, Новинрегион.